Музыка Всем доброе утро! А с чего? Ой, начинается утро собачника. Правильно, с прогулки с собакой. Правда, погода сегодня... Ветер очень сильно и дует. Как видите, солнца нету. Так что вчера нам очень повезло. Мы так хорошо подгорали, отдохнули. А теперь, ааа, как холодно, господи! Вот, а ребенок проснулся. Тут играет в футбол, гоняет собаку. Рекса, ку-ку! Рекса, кстати, освоилась тут, видите? Кто это такой довольный? Кто это? Ты довольная? Тебя сейчас кормить будут, да? А это кто прибежал? Ты уже покушал с утра? Что ты ел? Что ты ел? Как это ничего? А кто целую тарелку каши съел? Спасибо! Ну да, поблагодарить это тоже правильно. Да. Ты будешь играть с папой в футбол? Как много пространства, блин, круто! Смотрите, какая вода сегодня неспокойная. Там очень сильный ветер. И я не знаю, сколько, плюс 10, плюс 12 сегодня на улице. Но из-за того, что ветер сильнейший, там так холодно, прям бррррр! Вот теперь я верю, что эта река бурная. Вот по такой бы я не хотела плыть на лодочке. А вчера она выглядела такой спокойной-спокойной. Все, как круги наворачивать. Рекса, а ты тоже за компанией? Кстати, тут лежит ламинат. И мы порадовались, что у нас дома линолеум. Потому что, когда Рекса ночью ходит, она так цокает когтями. Ее слышно на весь дом. Даже сейчас ее будет слышно. Но в полной тишине это так прямо заметно. Прямо в зарядку. Рекса ночью. Как папа прыгает? Покажи. Еще, еще прыгай, как папа. Ой, как ты стараешься. То есть ты вот так прыгаешь. Ну, все про тебя понятно, да? Ух ты, ух ты! Давай, двойные умеешь делать? Мы отправились в машину уже. Сейчас поедем домой, машину прогреваем. Сегодня я не буду переживать по поводу того, что у нас не работает кондиционер. Вообще кто-то спрашивал, когда у нас кондиционер сломался? Два-три года назад? Нет, не в прошлом, а в Финляндию. Помнишь, как ездили тогда с ним маленькие? Короче, у нас там не то, что конди не работает, у нас там какие-то эти... Переключатели не работают, и их чинить стоит... Не работают. Сколько там? Да тысяч двадцать-тридцать стоит это починить, поэтому мы все-таки... Постойка! Постойка! Постойка? Да. Модный парень в шортах, но в машине нормально ноги тертут. Я тоже в коротких джинсах, но сегодня тут прямо... А, мой телефон сказал, что тут плюс шесть. Змея! У Артёши укусы на ноге. Я говорю, тебя как будто змея покусала, видите, по два, и Артёша все, змея, змея. Ай, больно! Я даже не знаю, что это. Будет доставать. Это не змея, это занозы оказывается. Это, наверное, тут шлёп нас. Вчера приедем домой, буду доставать. Вчера их не видела с утра, тут красненькая появилась. Занозы у тебя. Придётся вытаскивать. Тебе не понравится. Пока-пока, наш домик. Какой там чудесный вид был. Хороший дом. Очень хороший. Мам. Когда ты скучал по хозяевам. Усечка. Куричка. Тебя кормили, да? Да. Не голодный ты, я вижу, но соскучившийся. Мы как вошли, начали вопить, чтобы мы его гладили. Ой. Куричка. 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 Миняя. Пурачка. Куричка. Ирюз. Куричка. Субтитры сделал DimaTorzok Я сделала оладушки В духовке у меня поднимается хлеб И сейчас я буду делать овощи с курочкой Запекать это в духовке Хлеб вынул, а поднос с овощами поставлю в духовку И вот такие овощи с мясом я подготовила Поперчила, посолила, добавила карри Приправу для картофеля Сейчас это накрою фольгой и уберу в духовку Смотрите, как красиво выглядит В первый раз я так красивенько запаковала что-то в фольгу Хлеб испекла и накрыла полотенцем Как вы мне советовали, еще помочила Посмотрим, как он будет на этот раз В этот раз в духовке держала час Хотя по рецепту 20 минут Но просто после 40 минут он был не готов 12 часов Я уже даже умылась и почистила суп И все же монтирую влог В общем, весь вечер я провела В попытках сделать новую заставку для канала Потому что мне старое надоело Но мне ничего не нравится Из тех кадров, которые у меня есть Я 6 или 7 вариантов перебрала И мне все не нравятся Я не знаю, что делать Завтра уже продолжу Сегодня, поэтому у вас влог со старой заставкой И со старым названием Да, я все-таки решила поменять название канала И будет этот дневник Алисы Потому что активной педагогической деятельности у меня сейчас нет И кто новый зритель приходит на канал Не очень понимает, почему мой канал так называется Поэтому я все-таки решила сменить его На дневник Алисы И нет, это не будет никакой дневник мамы, например Потому что, во-первых, таких названий просто миллион Во-вторых, я же не только про ребенка вам снимаю Я не ограничена этим Пройдет пара лет И ребенок подрастет И будут другие темы Поэтому Будет дневник Алисы Алисы всегда я буду И, кстати, кнопки-то у меня до сих пор нет на 100 тысяч Я не знаю, почему Но YouTube мне до сих пор не дал возможность заказать эту кнопку Там такая система, что когда ты набираешь 100 тысяч подписчиков У тебя появляется специальная анкета в личном кабинете И ты там выбираешь, что ты хочешь, чтобы было написано на этой кнопке И тебе ее потом присылают Но за зеркаль это у нас есть И когда я там набрала 100 тысяч подписчиков Я уже даже не помню, сколько это времени было Назад Год назад? Два? Год, наверное Реально уже не помню И раньше я ее так сильно ждала А теперь у меня уже Уже не так сильно жду Не жду уже эту кнопку Вот, но Короче говоря Меня название Название поменяло Аватарку поменяло Надо сделать новую заставку Новую концовку Предлагайте Может вы какие-нибудь кадры у вас есть Любимые Что бы вы хотели видеть на заставке Из того, что уже отснято Можно из любого влога взять какие-то кадры Что-то у меня вообще никак не придумывается Может вы мне идею подадите И в конце что поставить Но с концом, правда, легче У меня есть свои задумки Что я туда поставлю А сначала, например, беда И я буду делать новую шапку канала Тоже И менять название там Так что Мини-ребрендинг У меня будет У меня уже язык заплетается Я так спать хочу Это же сколько там Пол первого Я врублю Не 12 Пол первого Вот Так что помогайте Что поставить на заставку Что бы вы хотели там увидеть И Что-то еще хотела сказать А, я хотела сказать Что занозы я из ребенка Все-таки вынула В два приема Три занозы я легко из него достала А четвертая глубоко сидела Мы ее выговорили Конечно Он ревел оба раза Бедный Вот Но я ему сказала Что я тоже не люблю Доставать занозы И он потом Такой Вот мамочка Не любит доставать занозы Такое смешное На его такие Выдает Где-то было Сегодня или вчера Короче Я никак не могла Заставить его надеть штанель И бегал он голопопой Там по этому коттеджу Мне никак не уговорить его Потом Я ушла в комнату из зала Возвращаюсь Ребенок в штанах Думаю О, Алишер уговорил Как интересно Думаю, не знаю И после этого Спустя несколько минут Артеша ко мне подходит Такой весь расстроенный С тревожными Мама А почему гомарики Хотят кусать меня в попу То есть Алишер ему сказал Что надо надеть штаны Иначе комары Попу на кусают Ну почему гомарики Хотят кусать меня в попу Как смешно Вечером, кстати Это тоже сработало Когда я его уговаривала Снова надеть штаны Так что вот такая вот Смешинка от Артеша сегодня Ладно, я пойду ложиться спать Потому что я чувствую Что я даже говорю Вот так вот Умираю Все Увидимся с вами завтра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok